Ветераны Великой Отечественной принимают поздравления по всему миру. Конечно, в основном участники войны живут в России и странах бывшего Советского Союза, но и в Западной Европе немало наших соотечественников-фронтовиков. В Бельгии их поздравил посол России. Торжественные мероприятия прошли и у монументов, посвященных Второй мировой. К памяти о войне в королевстве относятся очень бережно. Репортаж Анастасии Поповой. Кажется невероятным, но настоящий боевой ветеран Иван Башкатов, которому в следующем году исполнится 100 лет, встречает нас сам на пороге дома. В июне 41-го в Гродно его полк сдерживал немцев, позволяя главным силам отступить. Когда кончились гранаты, в ход пошел штык. Его ранили в шею, потом били на допросах и отправили на угольные шахты в Бельгию. Из трудового лагеря он бежал и примкнул к партизанам. Движение сопротивления действовало очень активно в оккупированной стране. Уголь, шахты, продукцию металлургических заводов немцы перевозили вот по этим каналам. На таких баржах сразу на фронт. Так дешевле. Сопротивленцы решили взорвать вот этот шлюз Понтасель. Разрабатывать операцию поручили Ивану Башкатову. Он же первым снял часовых. Задание его отряд выполнил и вернулся без потерь. Иван показывает свою редчайшую именную бельгийскую медаль. И вспоминает, сколько хлопот доставил немцам, подрывая мосты и саботируя движения железнодорожных составов. Стеклянный песок туда. А он разъедает, возможно, 5-10 метров. Уже долагается все. Значит, надо все останавливать. Это самая главная работа. Нам все это не пропускать на наш фронт, на русский фронт. Нашего ветерана с юбилеем Победы поздравляет лично посол России в Королевстве, которая, в отличие от многих европейских стран, занимается не сносом памятников, а наоборот, по собственной инициативе устанавливает их в местах захоронения русских партизан. Бельгия достойна, я бы сказал, относится к правде о войне. Здесь помнят, что без побед под Сталинградом, под Курском, под Москвой не было в освобождении Брюсселя-Антрепена-Ильежа. Бои в Орденских горах тогда шли тяжелые. В апреле 44-го немцы окружили Жирамон. Один из партизан, наш Анатолий Степанов, принял весь удар на себя. Тем самым дал возможность и время бельгийским соратникам по отряду уйти. Фашисты публично пытали его на площади 4 часа подряд. Своих он не выдал. Рядом могилы еще одного нашего партизана, Евгения Доценко. Он посмертно получил Орден Отечественной войны первой степени. Нас связывает друг с другом слишком многое, учитывая, сколько ваш народ отдал. 27 миллионов погибших. Такое самопожертвование не может быть забыто. И оно не будет забыто, даже после того, как живые свидетели той эпохи уже не смогут сами о ней рассказать. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, Вести, Бельгия.